МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, господин посол, присаживайтесь, пожалуйста, если можно сюда, вот чуть-чуть туда, так. Рада вас приветствовать, рада возможности побеседовать с вами, потому что вы у нас уже здесь достаточно давно, с 2012 года, поэтому все про нас знаете и понимаете, так? Надеемся, что, возможно, многое знаю и понимаю, но, конечно, я не являюсь владеоцем, так сказать, всех знаний, которые связаны с данной проблематикой, но это не сказывается. Но в ситуации наверняка уже очень хорошо разобрались. Постараемся. У нас ситуация на самом деле очень интересная. Вот смотрите, Венгрия была одной из первых стран, которые признали независимость Республики Молдова после распада Советского Союза. А вот буквально вчера по данным опросов у нас практически половина населения выступает за вступление в Советский Союз. Ну, такой вопрос, он был задан, и так они отвечают. Как бы вы это объяснили? Почему так? Ну, это немножко трудно понимать, поскольку Советский Союз как таковое государство сегодня не существует. Я тоже видел очень много опросов общественного мнения, и я мог бы сказать, что очень-очень широкое, так сказать, широкое разнообразие результатов этих опросов. Поэтому я немножко скептичен в связи с результатами опросов общественного мнения. Я видел в некоторых опросах, что преобладает принятость, популярность Европейского Союза в рядах населения, и видел такие же опросы тоже, где совершенно по-обратному, значит, где преобладает Еврозес, как бы самая популярная, так сказать, ориентация самая популярная. Вектор самая популярная. Как бы-то создается такое впечатление, что люди, они довольно равным образом разделяются по этому вопросу, хотя я всегда считал немножко искусственной такую постановку вопроса, потому что люди, они очень хорошо знают Молдове, именно что представляет собой Европейский Союз, именно что представляет собой восточное партнерство с традиционными партнерами с Российской Федерацией, это, конечно, очень важный партнер по экономическим отношениям. Я не думаю, что люди так резко разделяются, как будто даже каким-то противоположным лагерем. Люди очень хорошо знают, как дела идут и на Западе, и на Востоке. Все хотят лучше жить, все предпочитают те модели, которые им больше нравятся по уровню жизни, по функциональности данной экономики, данного общества. Так что я бы не преувеличивал результаты, и то очень, так сказать, расходящих результатов вот этих различных вопросов, общественного новления. Я понимаю, у вас это был ответ дипломата, но тем не менее у нас вот даже политики, которые радуют за евроинтеграцию, они согласны, что у нас число людей, которые скептически относятся к европейскому курсу, о котором говорят в Молдове, что их число растет. Ну вот такая вот, значит, тем не менее сложилась ситуация. И все бы хорошо, как бы, ну вот ответственность за то, что у нас многие, как многие считают, у нас скомпрометирована идея евроинтеграции, она, понимаете, лежит на политиках наших, молдавских. Ну так об этом говорят. Но все бы ничего, если бы этих политиков в свое время не поддержали и сами европейцы. Я говорю о Евросоюзе. Разве не так? С одной стороны, это совершенно так. Значит, самая непосредственная поверхность, политическая поверхность, с которой люди на самом деле стыкуются, имеются отношения, конечно, это всегда местное руководство, местное правительство. Прежде всего, в таких случаях, когда данное руководство себя, так сказать, провозглашает правительственную коалицию европейской интеграции, интеграцию. Как это мы видели последние 5-6 лет в Республике Молдова. И я хотел бы сказать, что вот этот период довольно со многих точек зрения был все-таки успешным, потому что добились довольно крупные цели. Значит, подписание договора об ассоциации, достижение безвизового режима для граждан Республики Молдова. Все-таки, мне кажется, очень много, конечно, здесь критических элементов, но последние полтора года, даже два года, внедрялись очень много, так сказать, параметров, которые нужны для того, чтобы Молдова могла, возможно, больше и широко, и поширее воспользоваться выгодами режима, так сказать, свободной торговли. Здесь очень много еще, куча дел, которые, конечно, надо делать. Но в то же время люди, конечно, судили. В основном, на основе своей социально-экономической ситуации, своего поражения. И здесь, можно сказать, что были и плюсы, и минусы, то есть, конечно, эффективность или неэффективность данного политического руководства. Я имею в виду, опять же, период, значит, 2060-2015 год. Значит, это руководство, конечно, влияло очень сильно на то, что люди, они, если не чувствовали прогресса, и даже чувствовали экономические... Чувствовали экономические проблемы. Спасибо. Ну, вы знаете, вот на днях серьезное обвинение европейцам прозвучало из уст господина Лянко, экс-премьер-министра. Когда ему лечит лидер Народной Европейской партии предложил сняться в пользу Майосанду, он сказал замечательную фразу. Он сказал так. А европейцы сами во многом виноваты, потому что не на тех ставили политиков, не тех поддерживали. Как вам такое вот суждение? Я сейчас говорю об ответственности европейцев. Я ни в коем случае не люблю и не комментирую, сказать, высказывания политических деятелей. Господин Лянко в качестве премьер-министра добилась, это моя оценка, значительных успехов в основном по пути европейской интеграции. С другой стороны, каким образом оценивать, да, значит, может ли Европейский Союз сказать решающее слово в том вопросе, кто должен управлять страной, кто должен стать премьер-министром или кто должен иметь большинство в парламенте. Я бы сказал решительный нет на этот вопрос. Конечно, не может и не имеет никакого такого намерения, потому что очень важный основополагающий принцип, что общество, народ, они все-таки должны вырабатывать свой путь, свой, так сказать, образ, каким образом решить проблемы. Они сами должны, вангарские люди, они взрослые совершенно в таком отношении, что они способны решить. Именно вот какие партии или какие формации или какая идеология должна, так сказать, предопределить дальнейший путь страны. Я могу сказать, что это было. Я вам помогу, господин посол, я вам помогу, сейчас расскажу четче. Я господину Тупиола, который тоже принимал участие в этой программе, задала вопрос прямо. Я спросила его, господин посол, а несет ли Европейский Союз ответственный за ту ситуацию, в которой сегодня оказалась Республика Молдова? За экономику, за политику, за краденые миллиарды, за все вместе. Господин Тупиола ответил нет. Мой ответ категоричный и четкий. А как бы вы ответили на этот вопрос? Я бы ответил немножко, восходя к предыдущему вопросу, что нет никакой такой интенции, нет намерения и не может быть. То есть это очень важно, что демократический принцип работы. И люди, они сами решили, кого избирать депутатом своим, кого потом назначить премьер-министром, в каком направлении, в каком стратегическом направлении идти дальше. То, что касается на самом деле, кто имеет историческую ответственность, это очень интересный, красивый вопрос. Это историки должны будут анализировать. Мы здесь, конечно, наблюдаем очень комплексные соотношения сил в международных отношениях и внутренних отношениях. Конечно, здесь, конечно, надо анализировать очень четко, что именно, какие факторы экономические, социальные, идеологические, культурные, в каком направлении действуют. Так что на этот вопрос трудно давать, так сказать, окончательный ответ. Я думаю, что есть очень много моментов, которые, так сказать, люди оказывают хорошее воздействие, влияние. С другой стороны, конечно, везде люди работают. То есть человек всегда способен ошибиться. Это тоже не исключается. Но я все-таки надеюсь, что мы делаем все. И, так сказать, наши коллеги тоже, так сказать, и в разных форумах Европейского Союза, они совершенно все делают для того, чтобы, в принципе, работать, возможно, более совершенно и не допускать ошибок. Это, конечно, последняя интеракция между правительством, между обществом, не только правительством, но и с людьми, и с общественными организациями, и с NGO, и Европейским Союзом, чтобы постоянно монетаризировать, насколько правильно именно вот эта самая ориентация, это направление деятельности, что проводится на очень разных уровнях, в очень разных свинах общества. Я в этом оптимистичен. Я думаю, что здесь все-таки вещи идут к лучшему. Если, например, взять пример, каким образом проверять, четко, прозрачное и правильное использование тех поддержек, значит, финансовую поддержку денег, которые даются, это немаленькие средства со стороны европейской интеграции, со стороны международных финансовых организаций. Я знаю, что именно вот в настоящий момент вырабатывается очень четкий и очень строгий механизм мониторинга. То есть измешение вот тех проблем, вопросов, которые... Мы так с вами дипломатично здесь не говорим. А знаете, я когда думала над ответом господина Топиола, над этим его очень четким, таким нет, одна мысль тоже пришла в голову. А может быть, он прав в отношении того, что... Вот у нас многие, например, убеждены, что сегодня тон в Молдове задает уже не европейцы, не европейский союз, а задает уже Соединенные Штаты Америки. Вот вы дипломат. У вас какие ощущения на этот счет появились? Вот вы же общаетесь с элитой дипломатической, вы между собой как бы говорите. Нет такого ощущения, что самое веское слово сегодня в Молдове из международников, принадлежит именно американцам. Соединенные Штаты Америки наш стратегический партнер, наш стратегический атлантический, евроатлантический партнер. Можно сказать, что очень трудно интерпретировать, очень трудно атаковать мировую экономику без участия той страны, которая до сих пор ведущая... в ваших многочисленных отношениях экономически, поэкономически, постратегически. И, конечно, очень важно, что наши стремления сблизить Молдову к Европейскому союзу и даже как конечный пункт этого сближения достичь, так сказать, и присоединения республики Молдовы к ЕС. Потому что мы говорим об этом очень ясно, это венгельская оппозиция, что мы за то, что был, так сказать, ясный конечный пункт, то есть перспектива европейской интеграции была совсем ясна для Молдовы. Мы говорим, конечно, еще о наших баканских партнерах, странах, которые уже ведут переговоры по присоединению к Европейскому союзу, Сербии и других. Это очень важно, это наши соседи. Значит, важно, что Соединенные Штаты поддерживают этот процесс. Они наши партнеры, наши друзья. Самое главное, что все это произошло, значит, эти очень важные международные экономические интеграционные процессы, они произошли при диалоге. Значит, таким образом, что все те силы, которые имеют отношение вот с этим комплексным вопросом, они пришли к договоренности, они пришли к взаимопониманию. И я бы таким образом определил, так сказать, наши отношения к этому вопросу, что, да, Соединенные Штаты, они здесь ведут, конечно, очень важную роль. Это хорошо, потому что таким образом развиваются экономические отношения, умножаются инвестиции, имеется такой международный партнер, который существенным образом поддерживает, финансирует развитие, экономическое развитие, инфраструктуральное развитие в Молдове, поддерживает демократическое общество. То есть это важный элемент. Мы сотрудничаем и в таком плане с нашим стратегическим партнером Соединенным Штатом Америки. Именно вот установить порядок, что кто иерархию, кто сильнее или кто мощнее, и важнее способствует интеграционному процессу, это трудно, потому что в других аспектах помогают Соединенные Штаты, в других аспектах и Европейский Союз. Я бы сказал. Сейчас скажу комплимент Венгрии. Для меня эта страна отличается от многих стран в Европейском Союзе, потому что Венгрия, она позволяет себе иметь собственную позицию, даже если она идет иногда в разрез с позицией, например, того же самого Европейского Союза. Весь мое уважение господину Орбану. Речь не только о мигрантах, оппозиции Венгрии в отношении мигрантов, здесь и о видении Венгрии международных проблем и проблем геополитики. Вот в отношении Молдовы есть ли какие-то отличия в отношении Венгрии от того же Европейского Союза и от тех же Соединенных Штатах Америки? Если есть, то в чем оно заключается? Венгрии народы, я бы сказал, что свободолюбивы, так же как Молдовский. У нас много примеров в истории на это свойство нашего народа. Как, может быть, самый близкий пример, мы отмечаемся в 60-летие нашей революции 1956 года. Студии, они, я бы сказал, отрешены ходить по своему пути. Мы всегда принадлежали европейской, так сказать, культурной зоне, то есть вот этому пространству, которое характеризуется европейской культурой. Еще можно и сказать, это христианство, можно и сказать, что это христианско-еврейские традиции, традиционные культурные корни. Именно вот в это пространство включается и Центральная Европа, и Восточная Европа. Ни в коем случае они исключают из этого пространства и Россию, и Украину. Конечно, Молдова тоже является органичной составной частью вот этого культурного пространства. Так что у нас культурные корни, они одинаковые, я бы сказал, это очень односемья, односемья, которую мы составляем. Если есть дискуссия, это, конечно, естественная вещь в Европейском Союзе, потому что без дискуссии, то есть без того, что разговаривать, есть очень много вопросов, которые вызывают даже эмоциональные дискуссии. Конечно, это тоже есть, но я думаю, что это двигатель развития. То есть таким образом развивается интеграция. Сейчас глобальная экономика, бывший финансовый кризис, который еще недавно произошел, очень много разных, так сказать, изменений, характерные 21 веку, то есть начало этого века, они просто заставляют Европейский Союз сдавать ответы. Иммиграционный вопрос тоже один из таких проблем. То есть здесь есть новые визовы, новые задачи, на которые мы должны совместный ответ давать. Конечно, будем найти эти совместные ответы. Здесь просто более, так сказать, продолжительный путь поискать именно вот эти решения, эти образы решения. Ну хорошо, вот есть какие-то вопросы, в которых у Венгрии есть свое видение, и оно отличается от видения Европейского Союза и Соединенных Штатов. Есть что-то такое? Либо вы вот совсем согласны? Ну, в миграционном вопросе мысли взять самую простую проблематику, значит, потом я перейду к Мадове. Заключается дискуссия в том, каким образом, так сказать, налаживать миграционный вопрос. С одной стороны, есть объективные условия, в которых сегодня и уже даже несколько или много лет назад довольно большие массы из африканских, азиатских стран, из Ближнего Востока, они начинают, так сказать, отправляться в западном направлении, потому что их страны вовлечены разного рода военные конфликты, экономический кризис, Мы видели картинку, как беженцы, они пытаются, да, через границу. Существия, то есть природные эти катастрофы, натуральные и так дальше. А это касается многих десятков, миллионов людей. Это на одной стороне вопрос. А на другой стороне, что Европейский Союз, можно сказать, что Глитяна, значит, в течение своей истории принимал много мигрантов. Турецкие, югославские, там другие, даже из азиатских стран приехали работать и так дальше. Здесь вопрос идет о том, каким образом эти мигранты появились в Европе. Значит, легальным, упорядоченным образом, или они, как последние два года, или три года даже, они начали с огромными тарпами, массами, совершенно нерегулированно и нелегально, значит, переступить границы Европейского Союза, то есть Шенгенской зоны, и проехать через целую Европу, чтобы найти последнюю цель в Германии, уже в Швеции, в высокоразвитых, в самых высокоразвитых государствах, в странах, членах Европейского Союза. Вот такое, если можно применить это слово, нашествие, произошло в прошлом году через Венгрию, как мы это наблюдали, это было просто совершенно безобразно для тех стран, которые, так сказать, находились на пути вот этого миграционного, миграционной войны. И самых, так сказать, элементарных, так сказать, соображений внутреннего порядка, социального порядка, спокойства общества, но и даже по санитарным соображениям, чтобы преградить возможность распространения болезней, которые неизвестно, что из каких регионов тоже могут найти путь в Европу. И по, значит, дойдя до соображений, так сказать, чтобы отградить Европу от возможного, так сказать, присаждения террористических групп, то, что явления, которые, к сожалению, тоже наблюдали последние несколько лет, обязательно было вырабатывать вот такую стратегию, что каким образом обеспечивать безопасность внешней границы Европейского и Европейского Союза. Венгельский ответ на этот вопрос, на этот визу именно заключается в том, что надо совместными усилиями организовано, снуждается, конечно, с применением мощных финансовых средств надо выстроить вот такой механизм защиты наших внешних границ. Во-вторых, вот эти проблемы, все эти вопросы, которые создают вот такой огромный беспрецедентный ваг мигрантов, надо решить в соответствующих странах или возможно поближе к этим странам. Таким образом, что огромные денежные средства надо направить на развитие экономики, социальной инфраструктуры, вообще содействовать экономическому подъему или реконструкции, можно сказать, уже сегодня, к сожалению, в случае некоторых стран, которые были совершенно разрушены в ходе военных конфликтов. И, конечно, тех людей, которые легально, и которые в соответствии с существующими конвенциями, даблинскими, женевскими конвенциями о мигрантах и беженцах поступают в Европу, их надо таким же образом совершенно, если можно, на максимальном уровне так за ними ухаживать, их проблему решать, конечно, и тех, которых преследуют, у которых жизнь находится, так сказать, в опасности, поэтому они должны убежать из своей родной страны. от этих беженцев, но действительных беженцев, я очень сильно подчеркиваю это слово, их, конечно, надо принимать, то есть все международные обязательства максимально соблюдаем в связи с беженцами и в связи с мигрантами. Есть противоположные мнения и в Европейском Союзе, по которому... понимать и потом их надо постоянно распределить, разделить по определенным квотам, то, что совершенно неприемлемо для Венгрии и еще для стран Вишеградского сотрудничества. То, что мы говорим, что это, конечно, без того, чтобы соответствующие страны в связи и в соответствии им суверенитетом решили соответствующие парламенты и об этом приняли решение, конечно, нельзя. То есть, я бы сказал, что здесь речь идет о вопросе, так сказать, порядке. В каком порядке принимать соответствующие меры. Мы сначала хотели бы проверять, мы понимаем, почему так делают в Венгрии. И, конечно, угаживать за тем, которые являются действительно беженцами, то есть, те люди, которые ни в какой другой стране не имеют, так сказать, свои безопасные условия, то есть, которые найдут, так сказать, Венгрию как непосредственно следующую страну, где могут поручить бежишь, конечно, их мы будем сомневать. Я понимаю, вы так подробно отвечали, я верю, что это вас за живое задело, но я предлагаю вернуться к Молдове сейчас, именно Молда. сейчас Молдове. Да, и хочу процитировать вас. Вы лично оппозиции Молдовы говорили так, долг молдавских властей сохранить европейский вектор, но при этом поддерживать хорошие отношения с Востоком. Вы наверняка имели в виду Россию, так? Так. Вот время шло, и, судя по всему, к вам не прислушались, так? Ну, то, что мы на сегодняшний день имеем. Какое у вас сложилось впечатление? Я думаю, что если мы смотрим на экономический потенциал, экономические потребности Молдовского, так сказать, народного хозяйства или Молдовской экономики, тогда мы найдем, что всегда и традиционно имел очень большую роль рынок в СНГ в различных странах, в первую очередь в Российской Федерации, конечно, на Украине, Казахстане и так дальше, значит, эти восточные рынки, они имеют жизненно важную роль, так сказать. Означение? Означение в Молдовской экономике в том, что вот эти экспортные догоды, которые жизненно важны для страны, чтобы они поступили на самом деле. Я думаю, что это в принципе можно сказать, что это совершенно ясно и это никому не секрет. Никому не секрет. В последнее время я вижу больше таких шагов, таких стремлений со стороны руководства. Я сейчас имею в виду активное актуальное правительство. Они все-таки стараются налаживанию торговых и экономических отношений. То, что я считаю совершенно естественным и целесообразным. То есть видно, что такая позиция есть у сегодняшнего правительства. То есть вы считаете, что наше правительство уже готово повернуться на восток? Хорошо, вы оптимист. Повернуться на восток это неправильное слово, потому что они стараются продолжать экономическую интеграцию с Европейским Союзом и расширить возможности в рамках этой интеграции, то есть в основном на поприше свободной торговли. Это в то же время найти или возобновлять возможности именно для такого сегмента мандарской экономики, возможности, которые в этом нуждаются. это в основном аграрный агропромышленный сектор. И здесь я вижу в принципе сбалансированное экономическое мышление. То есть это наверное все страны таким же образом думают в Европе, потому что вот эти рынки они для всех нас считаются очень важными. Да. А как вам идея господина Путина для того, чтобы встретиться представителю Молдовы, России и представителю Еврокомиссии, представители европейцев для того, чтобы поговорить о ситуации в Молдове? Вам она кажется здравой? Всегда очень важно иметь в виду представление всех сторон по данному вопросу. Я думаю, что люди, которые занимаются анализами, они принимают вид очень много разных мнений, позиций. в данном регионе очень много экономических интересов и у стран европейской интеграции, но и у стран СНГ. Нельзя не говорить об интересах, скажем, Беларусь, сколько много поставляет продукты машиностроения в России, в Украине и всех стран сотрудничества. Я думаю, что надо найти какие-то образы содействия, которые всех сторон будут. Тут соглашусь. Давайте немножечко тему чуть-чуть по-другому поведем, потому что я не могу вас... Если трехсторонно это трудно сказать, потому что... Вы решили все-таки ответить на мой вопрос? Ни в коем случае данный договор конечно не предусматривает такие возможности, поскольку мы знаем еще из истории таких договоров здесь в принципе есть две стороны. Одна сторона это Европейский Союз, а другая сторона это соответствующая страна, партнер, в этом случае Мадова, который договаривается между собой и результатом вот этой договоренности является данный договор об ассоциации. Здесь конечно надо спросить наших брюссельских коллег, что каким образом они смотрят на этот вопрос, я здесь не вижу еще никаких реакций. Я бы с удовольствием послушала реакцию брюссельских лучших коллег. То есть вопрос конечно интересный. Хорошо, как я обещала немножечко тему меняем, не могу вас не спросить о предвыборной компании, не нужно охарактеризовать личности, я понимаю, что вы этого делать не будете, как вам сама компания, насколько она корректна, да, у нас многие говорили о возможности фальсификации, вы ведь следите, что вы думаете по этому поводу? О возможности фальсификации? фальсификации? Да. Компания как всякая избирательная компания она эмоциональна. Это значит, что стороны и участники они применяют очень много театральных, очень много таких спектакулиозных элементов. Это естественно, это везде во всем мире так. Самое главное, что будет после. Значит, если уже кого-то избрали, на самом деле, каким образом будет действовать? Здесь большой вопрос в связи с атрибуциями президентского мандата, потому что на самом деле там столько, много широких, так сказать, кругов пономочий нету. По крайней мере, в тех областях, в которых преобладает исполнительная власть в своих функциях. Там президент больше всего имеет протокольные функции. Я бы так не сказала, что совсем протокольные. не совсем, но есть некоторые, конечно, пономочения. Вообще-то он верховный главнокомандующий. он предназначает кандидата премьер-министра. Важная, конечно, функция. То есть это в принципе бывает везде, что театральные дискуссии идут и так дальше, и так проще. А у нас думают, знаете как, господин посол, у нас думают, что это просто, у нас это геополитические выборы. Та сторона опять стоит перед вот этой дилеммой. За какого кандидата голосовать? Многие аналитики говорят, ну если не в первом, то во втором туре точно столкнутся два вектора. Опять у нас будет западный вектор и восточный. Вы согласны с этим? Ну, может быть против вопрос поставить, что интересен ли кто в том, что эти выборы стали геополитическими? А, хороший вопрос. Соглашусь. Я думаю, что население не заинтересовано в этом. Чтобы это объявило политически. Вы полагаете, что в политике искусственно эту тему на нее педалируют? Я наклоняюсь верить, да, именно вот этому, что политические деятели, они больше имеют, может быть, интересы в этом. Но я бы сказал, что население в основном заинтересовано в том, что наконец-то так сказать самые важные дела вот этой страны они уже как-то поправились, они шли хорошо, в хорошем направлении. Люди сами почувствовали какой-то прогресс, что лучше живут. Пока это не чувствуется. То есть вот так медленно идет эта консолидация. Ну вот смотрите. Это социальные вопросы. Но параллельно с этим провести огромные реформы, потому что это тоже необходимо. То есть это дилемма, потому что каким образом провести реформ? Реформы это всегда болезненно. Если речь идет о реформе, так сказать, о системе здравоохранения, социальной реформы. Да у нас какую реформу не возьми, у нас вся болезненная, господин посол. У нас вот пенсионные все сейчас боятся, да, говорят одно из условий МВФ, значит, это проведение пенсионной реформы, повысить пенсионный возраст. Но даже если мы с вами не об этом сейчас, мы говорим больше о геополитике. Вот смотрите, у нас власть обвинила, значит, Россию в том, что она вмешивается во внутренние дела. То есть она участвует активно в предвыборной кампании. Наши оппозиционные партии считают, что активно вмешиваются Запад и Соединенные Штаты. То есть они обменялись такими друг другу комплиментами. Вот геополитический контекст, о котором вы говорили. Да, соглашусь, что он, безусловно, присутствует и эту карту буду долго разыгрывать. Я не могу здесь вину только на нашу власть и на оппозицию. Мне кажется, что есть люди точно так же за пределами страны, которые заинтересованы в том, чтобы эта карта разыгрывалась. Потому что ситуация такая в мире. Потому что есть геополитический интерес и у тех же Штатов, и у того же Евросоюза, и у России. Я не отрицаю этого момента. Поэтому не нужно говорить о том, что мы тут сами варимся и виноваты. Нет. Но нас давят и давят еще с трех сторон. Знаете? Но вот некоторые считают, что Штатам нет. Вот им ни в коем случае вот дело принципа, чтобы не стал значит левый президент. Ну, имеют в виду очевидно господин Додонов. Был у меня один комментатор, который прямо так и сказал в эфире. А вот Европа, она заинтересована в том, чтобы значит победил непременно кандидат проевропейский. Либо европейцы будут доказывать свою демократичность и скажут, нам все равно, как решит народ Молдовы. Так будете говорить? Очень трудно высказаться, потому что здесь уже речь идет о том, что каким-нибудь образом надо было характеризовать кандидатов. Я ни в коем случае это не буду делать. Я прошу вас кандидатов. Потому что именно эти оценки могут быть связаны с данными определенными конкретными кандидатами. Я думаю, что здесь и конечно ни в коем случае не принимая никакую позицию о взглядах наших партнеров Соединенных Штатов или там европейские страны даже о России. То есть я бы сказал, что международное сообщество ведет рациональную и благополучную политику тогда, если будет содействовать сложению таких таким образом сложению отношений внутренних, если можно даже применить это слово или по крайней мере стимулировать благополучным образом дела, что вот эта система, эта структура это было работоспособно, это действовало и в основном это действовало на благо людей, на благо населения, чтобы здесь экономика развивалась, чтобы сюда инвестиции принесли из-за рубежа, из Востока, из Европы, Европейского Союза, Соединенных Штатов, даже из Китая, даже из России конечно, из Украины, из Румынии, всечески поощрять здесь улучшение климата, инвестиционного климата в Модове, действовать таким образом, что международное доверие поднялось по отношению к Модове со стороны финансовых организаций, таким образом, если экономическое развитие, по крайней мере, экономическое развитие уже оказывается, что это как-то начинается, сдвижется, этот процесс тогда будет хорошо. Это первые предпоследки для того, что в Модове все, так сказать, важные дела, они в хорошем направлении пошли. Я думаю, что мы должны содействовать этому, и Европейский союз, конечно, у которого Венгрия является членом, да, и Соединенные Штаты так должны действовать, и все-таки я вижу такую прагматику в действиях Соединенных Штатов, они принесут огромные, так сказать, огромные поддержки, огромное финансирование, так сказать, это, безусловно, и даже видно во многих отношениях в Модове. То, что является ли Модова действительно, так сказать, пределом, предельной страной какого-то геополитического сопротивления, это интересный вопрос. Действительно, настолько важна Модова с геополитической точки зрения. Я не думаю, что столько много внимания уделяет Модове с этой точки зрения. Ну, почему же, Ближний Восток наброга. Ну, я же не говорю, что мы не претендуем на то, что мы главные, но у нас есть Приднестровье, да, это замечательно. И даже если возьмете проблему конфликта так называемого замороженного конфликта в Приднестровье, замороженного конфликта в Приднестровье, даже этот конфликт не сопоставим с другими так же называемыми конфликтами Нагорным, Карабахом, с конфликтом в Георгии, там, Южной Осетии, и так дальше. Потому что в этом конфликте, в принципе, кажется, что таких антагонистических каких-то противоречий нет. То есть, там нет этнического характера. Приднестровский конфликт это решаемый конфликт. То есть, это зависит от политической воли решающих факторов. И я бы не сказал, что это невозможно. То есть, здесь бывают пути нормального, разумного урегулирования. Бороться никто не хочет. Ни на левом, ни на правом берегу. Это тоже очень большой, так сказать, большая разница с другими такими же конфликтами. Здесь люди, они совершенно мирные. Я никогда не видел, так сказать, каких-то воинствующих или желающих воевать людей ни в Террасполе, ни в других там городах. Я сейчас имею в виду население, нормальных людей, партнеров. Я вас слушаю, Господа, посол, думаю, если бы все так было, как вы говорите, все так были расположены, имею в виду, как вы, это наверное на самом деле было бы так. Но на самом деле мое личное мнение, я на нем не настаиваю, но ситуация несколько глубже. Этот конфликт может быть в любую минуту разморожен, любой провокацией. И если учесть то, о чем бесконечно говорят наши власти, они называют это российскими войсками, но это не российские войска, там все-таки ограниченный контингент, как мы знаем, есть. И мы понимаем, какие интересы на сегодняшний день есть у молдавских властей, мы понимаем, и мы учитываем высказывания некоторых их партнеров, поэтому нам, честно говоря, страшновато. Ну, вы ответили так, как ответили. Если можно вас успокоить, немножко обратите внимание тогда на политический контекст предвыборный. и в Кишинове, и в Тираспоре. Вы понимаете, господин посол, я... То есть это очень много деформирует ситуацию. Да. Думаю, что я бы сказал все-таки посмотреть такой же вопрос через 4-5 месяцев. Господин посол, а можно задачку вам одну задать? Ну, вот смотрите, у нас есть власть, которую никогда в жизни не назовешь пророссийской. Население Пренестровья, оно пророссийски настроенное. Если это население начнет голосовать вместе с Правобережной Молдовы, как вы полагаете, какие партии у нас будут в парламенте? В основном левые и пророссийские. Я думаю, что... Отсюда вопрос. Нет, я сейчас... Я сейчас... Секундочку. Я сейчас... Не пророссийское, это промадаское руководство. Я думаю, что очень важно, что... Нет, я здесь не... У нас так называют. Как мы можем характеризовать руководство. Если взять Пренестровье, Пренестровье, в принципе, если найдется такой путь урегулирования, который разумный для всех сторон, промадавским. И тогда уже и будет промадавский. Я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что на что настроено Пренестровье, я говорю, что добавится электорат, который будет голосовать за левую партию у нас. То есть правым партиям придется, мягко говоря, собрать чемоданы и уйти из власти. Отсюда вопрос, заинтересованы ли руководство в решении этого конфликта. Прекрасно знаю, что им придется собрать чемодан. Опять я тебе повторюсь, что надо посмотреть, как будет... так сказать, какая будет позиция после выборов. Потому что сегодня это все как-то в зависимости от каких-то... Хорошо, выборы у нас везде. Мы знаем, что выборы и в Пренестровье, выборы у нас, выборы в Соединенных Штатах. Сейчас такой период. С другой стороны, на основе принципов демократии почему боятся, если народ именно вот такое направление, значит, такое направление выбирает. Народ уже господин посол мало чего боится, потому что мы уже жили при правых, при левых властях. Мы уже в принципе-то в этом плане такие живучие оказались. Знаете, нас все давят дают, а мы живем и живем, понимаете? Поэтому как-то в этом отношении... Это не трагедия, если люди сами определяют именно вот какое направление, какую политическую партию... Господин посол, мы были бы счастливы, мы были бы счастливы, если бы нам доверяли, но нам же никто не доверяет. У нас же слово референдум ругательное. У нас никто не спрашивает ни о векторе, у нас никто не спрашивает о нейтралитете, у нас никто не спрашивает о языке. У нас какая власть? Такой язык, понимаете? Молдавский или румынский. Все зависит от того, право или лево. Понимаете? У нас никто не спрашивает, в какую сторону мы хотим идти. И ни один из политиков не говорит, что приду завтра проведу референдум. Ну, по крайней мере, право и точно. Так что в этом отношении я понимаю вас, что вы... В таком отношении, значит, у вас есть миссия, что вы передаете именно вот эту позицию, которая должна быть, так сказать, составной частью общественного мнения. И я думаю, что это является, так сказать, предназначением средств массовой информации, что они должны, так сказать, покрывать все, именно всю палету, все спектры народного мнения. Да, мы стараемся, поверьте, господин посол, мы стараемся. И я это вижу. Спасибо. У нас мало времени осталось, я хочу сделать вам комплимент, потому что вы действительно хорошо разбираетесь. Не на все вопросы мы отвечаете, я понимаю, почему, мы дипломат. Вы представляете страну... Некоторые вопросы очень комплексные, они больше надо обыскать. Нет еще и то, что вы можете говорить. Ну, вот, узнавайтесь, я понимаю, почему, разбираетесь вы в ситуации. И хочу сказать, что, знаете, как молдаване характеризуют здесь венгров? Благодаря вам. Они говорят, что нет такого посольства, которое бы чаще устраивало какие-то выставки, вернисажи. То есть вы настолько в этом отношении впереди всех остальных, что это бросается в глаза. Скажите, пожалуйста, это потому что вы так любите искусство или искренне считаете, что это самый короткий путь, когда могут как-то взаимодействовать и узнавать лучше друг о друге жители двух стран? Оба. Я бы сказал, что с одной стороны, да, конечно, я очень высоко оцениваю роль искусства в жизни человека. Даже это субъективно, потому что я сам любитель изобразительных искусств, живопис. То есть, ну, даже не, я бы сказал, я больше как-то восприниматель, чем производитель. Больше зритель, да? С одной стороны, ну, и музыка, и театр, и искусство, и других видов архитектуры. То есть я восхищаюсь искусством. Но другой компонент тоже совершенно, так сказать, правильно отметить, что с нашей стороны это, так сказать, официальный курс, так называемый дипломатии, софт, дипломатии. Потому что у нас это и Венгрия, и Мадоба. То же самое у нас, почти одинаковая ситуация. Самый главный это человеческий аспект. То есть у нас в основном люди, они самые ценные элементы, так сказать, нашего богатства. Человеческий талант, этот гуманный потенциал. И именно вот искусство, конечно, и наука, они представляют собой именно вот этот гуманный потенциал, который очень высок в Мадобе. Если найдется более эффективный путь, каким образом можно людей, так сказать, дома сохранить, чтобы они убежали работать за рубежом, их талант они не, так сказать, расточили куда-то в других странах, чтобы они дома использовали этот талант, тогда совершенно лучше будет все выглядеть, лучше будет ситуация. Поэтому наши талантливые люди, они должны сотрудничать. Я думаю, и художники, но и ученые, специалисты технологии, они должны содействовать, сотрудничать. И тогда у нас еще добавочные возможности открываются. В Европейском Союзе очень много программ, культурных программ, так сказать, научных, исследовательских программ, в которые могут включаться и члены страны Европейского Союза, и третьи страны. Это в первую очередь касается стран восточного партнерства. То есть нам надо стараться к такому сотрудничеству. Для этого нужно, чтобы люди друг друга узнали. Друг друга узнали. Вы демократичный посол, так о вас говорят. Вот заходишь в посольство в Венгрии, и такая вот обстановка, чувствуется, что у вас так как-то легко, свободно. Скажите, пожалуйста, как этой демократичности научить наших политиков, наших дипломатов? Я не знаю, у вас есть какой-то секрет? Ну, дипломатов не надо, потому что младдарские дипломаты, они отличники. То есть я вижу, что это очень-очень-очень высокий потенциал, они многоразвитые, то есть потому что это относительно малочисленный аппарат, состав дипломатический, поэтому люди, они... Я еще в Люксембурге видел вот такое, что очень малочисленный, так сказать, состав Министерства иностранных дел. Вот эти люди, они разбираются во многих делах. То есть вам придется годиться вашими дипломатами, они на многих, в нескольких областях одновременно мастерят свое искусство. Да, у нас мы от бедности, у самых лучших еще, знаете? Только, так сказать, в самых хороших, самых высоких оценках можно говорить о нандарских дипломатах. Ну, политические элиты, это другое дело, значит, это везде вырабатывается из общества, так сказать, население. Это длинный процесс, пока вот этот элит уже разбирается. Ну да, вы всегда говорите, что у нас длинный процесс. Про коррупцию, помню, как-то в одном из интервью вы сказали, должно пройти много лет, чтобы выскорить. Ну, этот элит, это не хуже, чем элит других стран. Я не сказал бы, что это без... Трудно сказать, потому что каждый человек, конечно, различный. Можно очень много разговаривать о любом, о каждом из них. Но это длительный процесс, пока вырабатывается, так сказать... Гражданская нация, я бы сказала, знаете, у нас когда будет сформирована, наконец-то, да. Более компромиссная политическая культура, может быть. Но в Западной Европе мы видим несколько таких примеров, где уровень общественного консенсора выше, и это может содействовать хорошо. Пока этого нет, и практически элит не будет, соответственно, вот таким же... Согласна. Вот здесь с вами абсолютно согласна. Время наше вышло, господин посол. Говорил бы еще, честно говоря, еще вопросов пять осталось, но уже не могу себе позволить их задать. Но рассчитываю на то, что мы с вами еще через какое-то время непременно встретимся и поговорим. Я благодарю вас за эту беседу. Я тоже большое спасибо вам. Да, и желаю вам удачи на дипломатическом поприще. Большое спасибо. Надеемся, что все-таки для блага наших двусторонних отношений, для блага Мадовы будем в дальнейшем сотрудничать. И спасибо за возможность. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Спасибо. 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 Спасибо.